Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами обзор новиночки от компании Oppo, а именно это смартфон модели А96. В качестве вступления я бы хотел сказать, что компания Oppo уже достаточно хорошо себя зарекомендовала на российском рынке. И появление данной модели на самом деле является отличной новостью. Почему? Потому что в данном ценном сегменте в районе 20 тысяч рублей, это такой, можно сказать, уверенный средний класс, не такой уж большой выбор. Я периодически мониторю рынок и моделей, достойных именно за данную цену, не так уж много. А Oppo А96, забегая вперед, хочу сказать, что является таким очень уверенным середняком, действительно такой качественной, не очень дорогой моделью. При этом еще имеет свои некоторые уникальные фишки, а именно здесь есть бесконтактные жесты. Про это более подробно сегодня расскажу. В общем, смартфон получился действительно интересным, многим он подойдет. Давайте начинать! Смартфон Oppo А96 выходит сейчас на российский рынок в конфигурации 6128 гигабайт памяти и стоимость его составляет 21 990 рублей. В коробочке, которая лежит сверху, помимо инструкций, скрепки для открытия лотка, мы также обнаруживаем силиконовый чехол. Это очень хорошо, что он есть в комплекте, вы не покоться эти смартфон, сразу можете одевать и использовать. Ну вот, кстати, на этикетке смартфона мы сразу можем обнаружить основные преимущества. Здесь у нас 33-х ваттная быстрая зарядка SuperVOOC. Ну да, это, конечно, не флагманский показатель, но для среднего класса это прям отлично. Смартфон до половины зарядится за 30 минут. Здесь большая батарея на 5000 мАч на 2 дня хватит спокойно, экран 90 Гц. Ну еще можно расширить оперативную память на 5 гигабайт за счет встроенного накопителя. Это тоже классно. Обратите внимание на то, что помимо наличия в комплекте силиконового чехла, на экране от производителя также идет защитная пленка. Обратите, кстати, внимание на то, как красиво выполнена задняя крышка. Она переливается разными цветами и смотрится, ну, прям действительно очень эффектно даже на камеру. Я уж не говорю про то, как это выглядит в реале. Прям действительно классно. Ну и далее под смартфоном у нас лежит зарядное устройство и, собственно говоря, USB Type-C кабель. Зарядник здесь идет сразу, соответственно, 33 Вт, быстрая зарядка, та, которая и заявлена. То есть здесь докупать никаких адаптеров дополнительно не нужно. Это, соответственно, тоже удобно. В общем, хорошо, что все есть в комплекте. В общем, все, давайте включать смартфон, настраивать. Ну и, кстати, здесь я бы еще сразу хотел остановиться на такой вещи, как способы разблокировки этого аппарата. Сканер отпечатков пальцев здесь находится на боковой стороне. Это отличное решение, на мой взгляд, именно для смартфонов среднего ценового сегмента. Оно как бы простое и 100% надежное. По отпечатку пальцев смартфон разблокируется отлично. Никаких задержек, ничего такого я не увидел. Все действительно быстро. Ну и, кстати, распознавание по лицу здесь тоже хорошее. Тоже все разблокируется быстро, так что в этом плане абсолютно все удобно. На внешнем виде этого смартфона я бы хотел поподробнее остановиться. Значит, здесь, ну, про кнопку питания со сканера отпечатка я уже сказал. Корпус здесь у нас пластиковый, ну, что, собственно, традиционно сейчас для среднего класса. Диагональ экрана составляет 6,59 дюйма, но это как бы чуть-чуть выше среднего. Смартфон, можно сказать, немного крупноват, да, то есть, если у вас рука маленькая, то тянуться, допустим, до левого края будет чуть-чуть сложновато. Но зато удобно смотреть контент. Разрешение здесь у нас Full HD+, соответственно. Матрица у нас здесь типа IPS, это не AMOLED, но здесь, опять же, это, скорее всего, для многих будет именно плюсом, а не минусом. И особое внимание я бы хотел обратить на то, что здесь 96% цветовой охват NTSC. Вы можете в настройках экрана выбирать наиболее комфортные для глаз цвета. В общем, дисплей здесь действительно качественный. В отношении запаса яркости здесь тоже все хорошо, его вполне хватает солнечную погоду. Также вырез в экране, как вы видите, здесь в виде отверстия с левой стороны, то есть, здесь нету челки, да, то есть, ну, в принципе, все современно. Далее по корпусу, что мы еще можем отметить? Сверху у нас находится только дополнительный микрофон, инфракрасного порта, к сожалению, здесь нету. Слева у нас находятся кнопки регулировки громкости, да, видите, здесь они по разные стороны смартфона разнесены. И здесь также находится лоток. Лоток, соответственно, позволяет установить одновременно две сим-карты и карту памяти. Это тоже очень классно. С нижней стороны у нас, соответственно, мини-джек никуда не делся, микрофон, Type-C разъем, ну и, собственно говоря, динамик. На задней стороне мы видим двойную камеру, но, к сожалению, второй модуль здесь, это не широкоугольный, как вы могли подумать, а это двухмегапиксельный модуль для определения глубины резкости. Вот, это, конечно, можно назвать минусом данного смартфона, но, опять же, учитывая его, скажем так, ценовой сегмент и, в общем, сбалансированность, я думаю, что можно простить. Что касается вибромоторчика, то он здесь, конечно же, бюджетного уровня, но не раздражающий. Вибро в целом здесь, ну, скажем так, более-менее нормальный. Ну и в отношении качества звука, внешний динамик, в принципе, здесь звучит неплохо, опять же, для своей ценовой категории, в принципе, мне понравилось. Теперь давайте, конечно, перейдем к быстродействию, фишкам и программному обеспечению. Значит, у нас здесь с вами на борту, давайте посмотрим, последнее обновление сейчас на момент выпуска этого видео. Это у нас ColorOS 11 и, соответственно, 11-й Android. Оболочка ColorOS сама по себе мне нравится, она такая достаточно оптимизированная, довольно шустрая. Ну и отдельно, как я уже сказал, хотелось бы отметить такую достаточно эксклюзивную функцию, это бесконтактное управление жестами. То есть управление смартфоном без непосредственного касания. Эта функция работает в двух сценариях, это управление вызовами и бесконтактная прокрутка. Как это происходит, собственно говоря, вы можете сейчас увидеть на экране, есть специальное обучение. Да, здесь нужно будет некоторое время потренироваться, но когда вы научитесь, в принципе, эта функция будет для вас достаточно удобная и применимая в различных сценариях. Ну, например, там, если у вас руки грязные, вы, например, что-то готовите и не хотите касаться смартфона, но вам нужно сделать, там, список, например, прокрутить, то это вот будет очень удобно. Теперь несколько слов про производительность данного смартфона. Значит, здесь у нас сердцем является Qualcomm Snapdragon 680, это процессор среднего класса, причем такой достаточно хороший, можно сказать, уверенный. В повседневной жизни он показывает себя вообще отлично, никаких особых лагов, там, подтормаживаний я не заметил, смартфон работает действительно шустро. И, опять же, учитываем то, что дисплей здесь с частотой обновления 90 Гц, это как бы дает такой дополнительный визуальный буст. Вот, так что, в целом, именно для повседневки, для большинства людей этот смартфон покажется достаточно шустрым, и это хорошо. В дополнение к этому, конечно, здесь приличный такой внушительный объем памяти, как оперативный, так и постоянный. И, в общем, скажем так, смартфон действительно сбалансировал. Ну и, конечно, помимо такого обычного повседневного использования, вы там сможете на этом смартфоне, конечно, и поработать, там, и видео смонтировать, и, конечно же, поиграть в игры. Причем, в абсолютное большинство игр на средне-высоких настройках вы получите вполне, там, приличный FPS. Ну, то есть, в целом, как бы за свои деньги, там, за 22 тысячи рублей, этот смартфон показывает отличную производительность. Ну и, кстати, также стоит учитывать, что здесь есть функция NFC, хотя она сейчас в России, конечно, стала не сильно актуальна, но, тем не менее. Ну и последнее, друзья, о чем хотелось бы поговорить, это, конечно же, камера. Значит, здесь, как я уже сказал, основной модуль на 50 Мп, и, на мой взгляд, проявляет себя он очень хорошо. То есть, дневные снимки отличные вообще, мне понравились, детализация очень хорошая, такие приятные цвета. Причем, здесь, кстати, есть искусственный интеллект, соответственно, можете включить, можете выключить. То есть, как бы дополнительно снимки обрабатываются, ну и на выходе, действительно, результат очень хороший. И, также, здесь достаточно неплохо смартфон снимает и в ночное время, каких-то таких прям особых проблем я не увидел. Но, опять же, учитываем цену данного аппарата, да, то есть, за свои деньги, мне кажется, здесь по камере все прям отлично. Тест видеосъемки, друзья. ОПА А96. Здесь у нас, соответственно, поддерживается Full HD, 30 кадров в секунду. Оцените по качеству видео, звук. В общем, друзья, подводя итог, что хочу сказать. Действительно, получился ОПА очень хороший смартфон такого среднего класса. Как правило, если меня там спрашивают, да, какой смартфон купить, в большинстве случаев человек подразумевает как раз-таки аппарат стоимостью, там, ну, плюс-минус, там, да, 20 тысяч рублей. Это такой, как бы, наиболее, наверное, популярный и объективно, ну, как бы, доступный, да, такой вариант. И в данном случае этот смартфон выглядит очень даже выигрышно. Он красивый, производительный, шустрый, есть весь необходимый функционал. В общем, как таковых здесь минусов, ну, не знаю, может быть, отсутствие широкоугольного объектива, но, опять же, за эту сумму денег он бы показывал не очень хорошее качество. Поэтому каких-то серьезных минусов я здесь не увидел. Пишите в комментариях ваши вопросы, ваше мнение. Ссылочку на приобретение данного смартфона я в описании оставлю. Ну, а с вами был FutureTime и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok